Подобно русскому царю Петру I, который пробил для России окно в Европу, Абай Кунанбаев поднял на дыбы срединную степь цары Арка и вывел ее на арену мировой цивилизации. Средняя степь была окружена со всех сторон тайфуном цивилизации. С востока проходила китайская цивилизация, с юго-арабская, с запада европейская цивилизация, с севера проходила российская цивилизация. И вот в середине ее образовалась как око тайфуна цивилизация намадов, степных конников. Все это мне пришлось узнать, когда я стал переводить роман Мухтара Оезова «Путь Абая» и совершил эту грандиозную работу. А потом, через некоторое время, я стал переводить слова назидания Абая Кунанбаева самого. И через эту же работу я почувствовал масштаб этой исторической личности, мирового значения. В словах назидания Абая Кунанбаева там целая глава посвящена Сократу, его беседам о сущности Бога, о божественном происхождении человека. И потом уже повторяется его, то же самое философема, уже в связи с толкованием Корана. И вот вознаменование 175-летия Абая Кунанбаева я хочу приветствовать, приобщившись именно главным идеям Абая Кунанбаева, которые привели нас и Казахстан именно к теперешнему состоянию нашей цивилизации. И когда Казахстан смело, можно сказать, вышла, Казахия вышла именно на мировые уровни современной мировой цивилизации, и мы сейчас должны вспомнить о том, что начало этого пути было положено Абая Кунанбаевым.